Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Татьяна Ионкина. Сегодня наш выпуск посвящен Дню города. 10 сентября Десногорск отметил свой 42-й день рождения. Начался праздник с традиционного шествия трудовых коллективов. На открытой городской эстраде приветственные слова для десногорцев сказали глава города Вячеслав Сидунков, заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева, депутат областной думы Сергей Неверов и директор Смоленской АЭС Алексей Лещенко. Доброе утро, дорогие десногорцы, доброе утро, дорогие гости нашего города, уважаемые ветераны, уважаемые основатели нашего города, первостроители, созидатели. Мы рады все приветствовать вас на нашем общем празднике, на нашем общем дне рождения. Весной этого года в Десногорске был запущен проект «Слава Созидателям». Школьники записывали видеоинтервью с уважаемыми людьми города. По крупицам собирали большую историю своей малой родины. Дети сняли порядка 200 роликов. Фундамент крыши стены он так должен возвести, что муж пришлось краснеть за всю бригаду. Возле памятника первостроителям на площади у администрации в праздничный день состоялся парад участников проекта. Мероприятие открыли глава города Вячеслав Сидунков и почетные гости, представители областной власти, руководство Росатома, концерна Росэнергоатом и Смоленская АЭС. И мы решили, что наши дети должны снимать фильмы о своих бабушках и дедушках, о тех людях, которые создавали наши предприятия и наши города. Когда они сделают это, они будут помнить. Во-первых, помнить, а во-вторых, по-другому смотреть на своих бабушек и дедушек. Награды за свой труд получили 10 участников, победителей муниципального этапа, чьи работы комиссия отобрала и направила в госкорпорацию Росатом. Главные призы – айфоны и айпады – от госкорпорации получили Татьяна Сидельникова, ученица школы номер один, Софья Петрова, школа номер три и Яна Залевская, учащийся школы номер один. Все остальные участники получили призы и памятные знаки от попечительского совета и главы города. Завершилась церемония награждения флешмобом. Продолжился праздник на Аллее Славы, где состоялось торжественное чествование почетных жителей города и лучших представителей различных профессий, которые своим трудом доказали любовь и преданность родному городу, внесли весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Десногорска и как форма общественного признания и морального поощрения удостоились занесения на доску почета. Свидетельство о занесении на доску почета глава города Вячеслав Сидунков и депутат областной думы Михаил Лосенко вручил Анне Дубовик, мастеру МУП ККП, заведующий детским садом Чебурашко Галине Дубовиковой, директору Центра образования Валентине Криваковой, электромонтеру ОАО Элс Виктору Мамаеву, хорместеру народного самодеятельного коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс» Галине Ренёвой, Владимиру Сверидову, электросварщику «Смоленск Атомтехэнергоремонт», старшему инспектору санатория-профилактория «Лесная поляна» Юрию Терпигорьеву, заместителю начальника МСЧ номер 135 Анатолию Тимофееву, начальнику цеха по производству изделий из пластмасса общества с ограниченной ответственностью полимер Николаю Удоду, меднику пятого разряда акционерного общества «Атомтранс» Геннадию Чапурному, инженеру второй категории электротехнического участка «Смоленского филиала «Смоленск Атомтехэнерго» Ане Шестериковой и главному бухгалтеру «Атомтранса» Таисии Шибаевой. Так, на городской аллее славы появились 12 новых портретов людей, которые своим трудом внесли огромный вклад в развитие нашего города. Уважаемые телезрители, это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания.